Всем привет, с вами Настя и сегодня я показываю вам дом, который строила по результатам голосования в нашей группе ВКонтакте. Согласно результатам голосования я должна была построить дом с бюджетом 40 тысяч 7 миллионов для молодой пары. Когда я строила этот дом, я поняла, что 40 тысяч 7 миллионов это очень мало для строительства домиков 74 лично мне. Кто-то может сказать, что нифига подобного, это очень даже круто. Но я как-то привыкла в 74 строить на широкую ногу, никогда не задумывалась о бюджете. Хотя и бывало, что я строила стартовые домики. В общем, построив дом, я поняла, что на облагораживание участка вокруг дома у меня совсем не осталось денег. И поэтому все растения, которые есть на участке, они взяты из режима отладки. Как вы знаете, практически все предметы в режиме отладки не стоят ничего. Вот, захотелось построить дом такой современный, просторный, светлый. Ну, плюс еще денег было очень мало, поэтому он получился очень просторный, мне кажется. Хотя он маленький. Он, конечно, маленький, ну, по меркам Sims 4. Я, честно говоря, вспомнила, как мы с мужем только-только купили квартиру. Мы купили квартиру у бабуленьки, которая жила в этой квартире, и никогда там практически никакого ремонта не было. То есть здесь даже не было пластиковых окон, была старая железная дверь. И мы до сих пор находимся в такой стадии ремонта, который никак не закончится. Потому что очень много глобальных еще вещей нужно переделать, прежде чем браться за основную красоту. И я вспомнила, потому что такой момент, что когда мы только приехали, у нас еще не было детей, и квартира была трехкомнатная. И в одной из комнат мы поставили развлекалки для себя. То есть у меня стоял синтезатор, там стоял компьютерный стол, тогда еще был только один компьютер у нас. У мужа там были спортивный инвентарь, то есть штанга, скамья, турник. Ну турник до сих пор у нас висит, но когда появились дети, постепенно все это ушло на задний план. Но мы от этого, конечно, не избавились, но эти вещи пришлось убрать, и потому что детям требуется тоже пространство. В общем, сейчас все свободное пространство в квартире занимают игрушки, манежи, качели и всякое такое. Вот, ну что ж, думаю домик вам, который я построила, понравился. Его, конечно же, можно будет скачать на сайте kimsims.tv.ru, ну и также он будет выложен в галереи. Всем спасибо за просмотр, и я жду ваших комментариев, интересно ли вам строить в будущем еще такие дома с помощью опросов в группе. Мне лично понравилось, интересно. Я люблю строить какой-то дом или объект по какой-либо задаче. То есть я люблю, когда стоит у меня конкретная задача, сложная желательно, чтобы строить было интересно. На этом у меня все, с вами была Настя, и всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!